Здравствуйте! Я Татьяна и вы на моем канале, который так и называется Татьяна Кельмяшкина. Приветствую всех, кто рад встрече со мной. Итак, традиционно расскажу вам о своих вязальных буднях и отвечу на ваши вопросы. Что же у меня за то короткое время, пока мы не встречались, изменилось на вязальном поприще? Есть продвижения и я с огромным удовольствием сейчас вам о них расскажу. Сегодня уже хотела вот так показать наяву свой, сейчас девочки, жилет из жилонга, жиджи, никак я его не запомню. Не взяла, потому что, как всегда, иду сначала в магазин, потом от мамы, я имею в виду, потом домой. И вот уже ноутбук в пакете, если еще взять бобиночку, она пока большая. Наверное, как отсоединю, да, или как я не буду планировать идти в магазин, я обязательно покажу. Ну, чтобы было что показать. Растет, кокеточка растет, и она у меня уже как-то традиционно на один этаж. Я прибавляю в десятом ряду, а сейчас через примерки иду кое-где в восьмом. То есть, если я сначала исключительно в десятом прибавляла, сейчас я чередую в восьмом, в десятом, восьмом, в десятом. Посмотрю, может быть, здесь только в восьмом несколько раз прибавлю. Все мне показывают примерки. Я сейчас на кокетке без особой свободы облеганий, чтобы закрывала шею, в общем-то, как-то мудрю-мудрю. Но расчет это не мое, это я новеньким говорю старенький уже, ну, зрители, которые со мной давно, в хорошем смысле слова, никого не хотела обидеть, знают, что я иду через примерки. В общем, жилеточка растет. Хочу такую какую-то трубу, что ли, в пол с разрезами. Она у меня обязательно будет, потому что как-то уже и обувь, и сумочка, все сложилось. Мне кажется, это будет та вещь, в которую вот влез, и остальные, наверное, будут и не востребованы. У меня так бывает. В какую-нибудь футболку вползешь или там какие-нибудь штаны, и все, остальные сезон остаются забытыми. Значит, вещь любимая. Как-то вот у меня такое ощущение, а там уж как будет. Итак, давайте запишем. Два сантиметра у жилета. Два сантиметра, да. Кроме того, я носила с собой, вот эти еще, что в пакете-то было. Значит, носила с собой кругелькаш. Это уже спинку соединенной, как это звучит, с полочками. И попытка связать планку. Первая была неудачная, хотя самая, что у меня есть традиционная. Я набирала петли уже способом, который не то, что избит, а проверен, наверное, так правильно сказать. Проверена уже давно. И она какой-то получилась у меня, ну... Ну, нехорошая. Неудовлетворяющая моим запросам. Сейчас я набрала уже не три, четвертую пропускаем, три, четвертую пропускаем. У меня сегодня будут в кадр попадать ногти, которые йодом обляпаны. Я так старательно рано обрабатывала, что... Так что френч у меня такой, йодовый. Значит, попробовала я в каждую абсолютно набрать. Связала, как это, планку. Уже связала два рядика просто лицевыми. И мне нужно закрыть. Закрывать нужно в такой обстановочке, когда вот закрыл... Это я про себя говорю. Примерил, не тянет ли, все хорошо ли. То есть мне нужен... Не знаю, часик, не часик, я так никогда не говорю. Ой, там у меня на рукав осталось час двадцать, я и свяжу. Я когда так говорю, я вообще никогда ничего не довязываю. Но одним словом, мне нужна такая хорошая атмосфера, спокойная, никуда, чтобы я не торопилась закрыть петли у планки. Я очень надеюсь, что сегодня сделаю это вечером, если, конечно, опять ручки не потянутся к компьютеру и написать очередную статью. Я теперь канал свой Дзен развиваю. Спасибо всем. Спасибо всем, кто подписался, кто смотрит, кто читает, кто комментирует. Я до комментариев еще доберусь. Там еще, представляете, вот недавно меня спросили, Таня, прям в комментарии на Дзене точно, может кто-то сейчас себя узнает, я же, хоть и на YouTube основной канал-то остается, но на Дзене тоже. Это что это за... несколько человек спросили. Пряжа такая голубенькая, пёс... Так, давай все по порядку. Итак, записываем мы к 2 сантиметрам еще вот 4 сантиметра планочки. Записали, да? Кругелькаш растет. Я сейчас схожу и продолжу мысль про образец. Итак, сейчас я свой вязальный отчет прерву, пока мысль пришла. Значит, вот про этот образец меня несколько человек спросили. Это что за пряжа мелькает у вас такая голубенькая? Конечно, кто со мной давно, опять чуть не сказал, старенький, знают, что это Бали от... Ой, на ногти у меня вообще и беленькие, и желтенькие. От Ярн Арт. Для тех, кто смотрит на YouTube, сейчас здесь даже выплывет... Ну, выплывет. Подсказка. Ссылка. Подсказка. Вот. Этого нет на Дзене. Во всяком случае, я вообще не знаю, что там есть пока, но мне нравится все новое савель. Это я всем ответила. Пряжа называется Бали Хлопок от Ярн Арт. Все, это я молодец. Даже кто на YouTube, значит, ссылку отдала на ролик. Кто меня спрашивал на Дзене, я просто так текстом писала. Не всех, конечно, увидела. А одна женщина, вы сейчас себя узнаете. Я же и на Дзен тоже пойму, если вы смотрите, конечно, ролик. Если не смотрите, вы не думайте, что я, значит, этот вопрос оставила без ответа. Я многие просто оставляю без ответа, потому что у них больше, чем я могу ответить. Но вы в одном вопросе спросили, что это за пряжа. Раз. Какой состав Твидес, который я вязала кардиган Южную Ночь. Два. И где можно посмотреть подробнее о кардигане Южную Ночь. Три. Вы не представляете, сколько времени я отдала, чтобы на Яндекс.Дзен найти. Там же нет плейлистов. Может быть, они есть, я их не знаю. Там все видео. А тем более, как мы в спешке, когда говорили, что Ютуб закрывает, значит, туда и спуляли. Я уже перенесла ролик. И про эту пряжу. Я обожаю уже маленькие ролики. Обожаю. Обожаю снимать. Уж не знаю, смотрите вы их или нет. Нравится. Вернее, вам смотрите или нет. Сделала ссылку в комментариях. Пишу, значит, вам. О пряжи вы посмотрите здесь. Дальше. О кардигане. Кардиган Южную Ночь я тоже, значит, хотела сначала на Ютуб отправить. Думаю, ну человек на Дзене спрашивает, дай я на Дзене отвечу. Нашла кардиган, значит, тоже ссылку сделала. А говорю, состав Твида я прям пишу, не помню. Но на Ютуб у меня есть ролик. Потянулись руки к Твиду. Если что, на Ютуб я вот тоже здесь ссылка будет. По-моему, я пока его еще не перенесла. И я много чего не принесла. Отправляю. Сообщение не отправляется. Я-то, значит, попытку повторить, попытку повторить, попытку повторить. Думаю, ну вот. Наверное, на Дзене ссылки что-нибудь проходят. Странно. Мне так сама эту мысль отгребла как-то от себя. Думаю, ну очень странно. Почему? А я, вы знаете, мне не столько ссылку поставить, сколько вот искать. Ищу, ищу, ищу. Ролик-то вроде показ то, с чем-то я перенесла. Нашла. Ура! Сделала ссылку. Итак, это Бали. И Бали от Ярн Арт. Южная ночь. Ну, если вы смотрите меня, поищите в моих роликах. Или прямо в поиске кардиган Южной ночи Кельмяшкина на YouTube. Оказалось, мы потом в группе с девочками разговаривали, что в этот вечер, значит, ну, видимо, перегруз, что ли, был у Яндекс.Зен. Или как-то сейчас волей-невой. И на той площадке, конечно, придется им что-то переделывать. Потому что столько народу ринулось. Ой-ой-ой. Может, какие-то технические были работы. Кто их знает. То есть, делай не в ссылках. Я говорю, ой, надо же, ссылки там в комментариях не дают мне отправить. Даже простой комментарий, если писали, не отправлялся. И это было, говорит, около, ну, чуть ли не 5-6 часов. Все это было. Я что, во время спать легла. Так что все хорошо, значит, теперь я буду отвечать. Но если кто себя узнал, прям эти все ролики есть на Дзене про кардиган и про пряжу. Ну, в принципе, можно уже в интернете найти. Я название вам сказала. Девочки, осваиваем. Огромное спасибо всем, кто смотрит. Я чувствую, что вы смотрите ролики на Дзене. Это отражается на заработке. Пусть он не такой, как на YouTube. На YouTube, на YouTube платформе. На YouTube платформе. Но, тем не менее, огромное спасибо всем, кто смотрит на YouTube платформе. Это могут быть те, кому просто неудобно приходить на Дзен. Или те, кто и не собирается, или не имеет возможности перейти. Девочки, где вам удобно, там мы смотрим. Огромное спасибо приветам из Греции, из Италии. Ой, откуда только я не получаю. Да, на вас сейчас вся надежда просмотра вами роликов. Какое-то нам дает оплату. Но прошу вас не смотреть только из-за этого ролики. Смотреть ролики, если есть интерес. Вообще, по возможности, все делать в удовольствие. Ну, а я с вами. Для тех, кто рад встрече, они продолжатся. И еще, значит, что я хочу записать. Может быть, надо было с этого начать. Это я сейчас возвращаюсь к визаням. Просто я вспомнила, про пряжу спросили. В Бали, надо сказать. Кардиган Южная Ночь тоже можно найти. Что на дзен, что на... А состав твида... Ну, какой там состав твида? Я ведь это все о пряже говорю в первом ролике, когда начинаю изделие. А потом уже показываю готовое. И если на YouTube-канале просто легко сказать, ссылка на начало процесса под роликом. На Яндекс.Зен я пока только готовое изделие. Как журнале стать. Кто вот может посмотреть, готовое связать, если понравится. В общем, на YouTube-канале все есть. Потянулись руки к твида. У меня пока два твида. Красивый серый, красивый синий. Синий уже связал. Итак, я закончила эпопею с квадратиками. Закончила я ее исключительно на март. Я вернусь к этому. У меня 24 квадратика серых и 24 квадратика розовых. Пряжа одна и та же. Пряжа одна и та же. Стихи и во все у нас. У нас во все стихи. А что же? Вот это. Немножечко с серенькими кружочками. Видно, не видно. Розовая. Цвет 53. Вот это этикетка от серого цвета. 14. Я эти две бумажки сейчас обязательно заложу в ящичек. Все одинаковое. Метраж, состав. 100 грамм, 150 метров и там, и там. Да, 52 шерсти, 48 акрила и там, и там. Но почему-то у меня у серого цвета выходило 5 квадратиков. Где-то 15, 15, 16, 16. Как потянешь? Они же тянутся. Сейчас я возьму ящичек, продолжим разговор. Вот такая красота. Папочкин ящик. Он любил как-то помогать мне в рукоделии. И сейчас я попросила его поддержать до лучших времен мои квадратики. Он говорит, Танюха, все будет татусем. В лучшем виде. Значит, парадоксально, но факт. Серенькие квадратики. Вот так вот 16, 15. Так вот растянешь, они еще больше. Выходило 5 квадратов из матка. На 6 немножко не хватало. Чуть-чуть. Он прям полностью где-то две сторонки. Я так и ожидала здесь. Однако здесь выходит 6 квадратов. И остается или прямо вяжешь и думаешь, у нее не хватит. Или метрик. Поэтому ровно 4 матка у меня ушло. 3 осталось розовые. И вот сейчас, когда я... Так они прям вот одинаковые. По размеру розовенькие, по-моему, даже розовенькие, по-моему, как-то, да, чуть побольше. Розовенькие, по-моему, чуть побольше. И пока я моточки розовые не закладывала, вы знаете, вот так если примнуть, примнуть, королева русского языка, то я хотела чуть-чуть другой ящик. И вот эта прям стопочка, она приминает легко. А вот розовую попробую примять. Никак. Она как-то приминается потяжельше, что ли. Сопротивляется. Вот. Этикеточки я тоже сюда заложу. Своим пряжным запасом все это поставлю. Поплюк, правда, видите? Какие ящики из старых всех стройматериалов. Вот эту пипочку мне бы одну какую-то не надо. Я бы вот так вот поставила наверх. И как у меня прям ящик с пряжей как будто бы. В общем, я останавливаю эту эпопею. Мне нужно было в марте бездумно что-то вязать, потому что, ну, никак другое не вязалось. Я это сделала. Почему розовых именно 24? Да потому что сереньких из остатков. После джемпера это был связан джемпер, шикарный молодежный джемпер. Осталось пряжа. И розовые догнали. То есть, если вдруг я захочу связать... Ящик упирается в штатив. Если вдруг я захочу связать плед, допустим, да, то я уже могу 6 на 4 квадратиков его сделать такой кресельный. Будут сидеть на кресле, вязать в деревне. И вообще будут красавицы. Соединять этим же розовым цветом они есть. Или соединять, допустим, молочным цветом. Я склоняюсь к молочному цвету. Это мы еще подумаем. Подумаем мы так же, мы, Николай Второй, будет это плед или будет это что-то другое. Вы знаете, пока мне хотелось вязать, но не хотелось ни считать, ни рассчитывать. Хотя элементарные, конечно же, у меня модели. Но тем не менее. Давайте я ящик положу. Мне кажется, очень красиво он там смотрелся. И продолжу свою философскую речь. Итак, по большому счету, значит, сокровищница. Лежит у меня сокровищница. Можно связать шикарный плед. Молочный цвет я всегда найду, чтобы соединить квадратики. Я так еще, когда это вот прям руки потянутся, у меня же вяжется быстро, а соединяется долго, вы знаете. И через сколько я вернусь, не знаю. Если захочу, значит, связать какую-то жилетку, вот у меня, значит, розовый для обвязки, может, какой-то планки или еще что-то. Бабушкина кардиган. Сейчас кардиган с бабушкиных квадратов в моде, но я пока его вот на себе не вижу. Жилетку вижу. Кроме того, здесь еще... Я не знаю, как повернется жизнь. Я не знаю. Вообще в завтрашнем дне сейчас, да, сами понимаете, не особо уверенны. Возможно, возможно, я повернусь вязанием на продажу. Это не исключено. Я предпочитала больше вязать и дарить. Но сейчас другие времена. И кто знает, кто знает, по большому счету, по большому счету, может быть, я продолжу вязать квадратики из пряжи другой, просто как основу, что ли, полуфабрикаты. Например, для детских пледов. Например, вот навязать 12 квадратиков, 3 на 4. Вот он, детский плед в коляску. Понимаете? Для мальчика, для девочки. Желтенький какой-нибудь универсальный, зелененький какой-нибудь универсальный. Остается только соединять. Взяли мы, допустим, серые, соединили розовенькими какими-то и какие-то помпончики, кисточки. Пожалуйста. 12 квадратиков. Если 3 на 3, 9 квадратиков еще плед в коляску. В коляску же его нужно маленький. Но я, наверное, все-таки не 3 на 3, а 3 на 4 смотрю. И одно дело и так, он вяжется быстро, но когда уже есть полуфабрикаты, есть из чего, его соединить можно. И, пожалуйста, если нужно будет, сделать какой-то ассортимент. Если речь будет идти об интернет-магазине. Это пока сырые мысли, ни больше, ни меньше. Просто вот меня спрашивают, Татьяна, вы такая спокойная. Спасибо вам за это спокойствие. Смотришь вас, успокаиваешься. Все куда-то побежали, значит, с YouTube. Многие как-то, нехорошие выражения такие, там, потухли, подсдулись. Девочки, люди все разные. Может быть, кто-то взял паузу и просто думает, как что, да, такого никто не ожидал. У кого-то YouTube был развлечением и, может быть, какой-то маленькой премией к основной работе. У кого-то YouTube был основной работой, и тут по неволе, конечно же, задумаешься. Поэтому доживут да все по-разному. Даже возьмем несколько людей, у которых, допустим, YouTube основная работа. У кого-то есть среди родственников страховочка, у кого-то один-одинешенек. Хотя и у того, и того, допустим, YouTube основная работа. Потому что я молчу о том, что если это... Ну, обстоятельства разные. Поэтому не надо осуждать тех, кто эмоционально заплутался и дал волю эмоциям. Не нужно осуждать тех, кто взял какую-то паузу. Это не подсдулся. Это, может быть, пойти и подумать, как жить дальше, что делать. Решение принимать порой непросто. Я точно знаю и стою на тех позициях, что когда закрываются одни двери, открываются другие, надо просто уметь их видеть. Порой сами они не откроются, нужно постучаться в них. Конечно же, для этого нужно что-то приложить. Как правило, придется очень многим выйти из зоны комфорта и сделать то, что они, может быть, раньше не делали. Даже кто-то, вот я не могу продавать. Я не могу даже объявление дать, еще там что-то. Ну, не можешь, не моги. Это выбор каждого. А кто-то через не могу пробует. Может быть, это не самый удачный пример, но тем не менее нужно делать, нужно пробовать в обязательном порядке. И самое главное здесь – верить в себя. Я всегда, вот понимаете, я всегда была в этом уверена, всегда. Даже когда купила блокнот и считаю здесь «Верь в себя», я говорю «Спасибо, спасибо». Это мне просто, я пальчики свои убираю, лишний раз подтвердил. Верить в себя нужно. Верить в себя. Поэтому паника, какие-то, знаете, истерики по поводу того, что вот так жизнь изменилась, совершенно не помощники здесь. Только здравый ум, мысли и какие-то наметки, какие-то направления. Пусть мы еще не знаем, где, в общем-то, найдем, где потеряем, какие из этих направлений будут успешными, какие нет, но вступить на это, пройти, сделать выводы, закрыть эти пути для себя, лить и дальше – это, конечно, все в наших руках. С верой в себя нужно это делать. Так что не паникуем, не истерим, здраво ищем пути, не боимся выйти из зоны комфорта, пробуем, делаем выводы на правильном пути или нет, выводы скороспешных не делаем, дайте себе возможность попробовать еще, и если убедились, что это не то, закрываем эти двери, открываем новые. Только так мы выйдем. Я всегда говорила, что кризис, какой бы он ни был, в какой бы сфере человеческого бытия он ни происходил, это платформа, это плацдарм для новых высот. Я в этом уверена до сих пор, именно так я думаю. Единственное, не нужно ждать какой-то манны с неба, а нужно делать очень многое самому. Все в наших руках. Мы творцы своей судьбы. Я хочу сейчас ответить на ваш вопрос. Отчиталась я полностью про вязание-то, да, с какими-то, видите, лирическими отступлениями. Вопрос. Пойду-ка я в телефон, там он у меня заскринин. Прямо вижу, сейчас кто-то говорит, огород, к вопросам она перешла. Мысли немножко в рассыпную, когда я не досыпаю, мысли немножко в рассыпную, но ничего страшного, ничего страшного. Сейчас я исправлюсь. Значит, встала, пошла к телефону, что я вижу? Я вижу корзиночку, тут были мои, значит, квадратики, сейчас я их отфотографирую, буквально для отчета мартовского, и уберу. Уберу, потому что соединять пока не буду. Все до лучших времен. Надеюсь, лучших времен, и только лучших времен. Так, значит, корзиночка моя, лукошка, от сережки освободилась, и я туда положила махер и две лидии. Одну мне мамочка перемотала, другую, как-то она у меня сейчас больше спит, может быть, я не знаю, весна, хотя пробуждение. Вот, кстати, может быть, через призму, состояние мамы, у меня сейчас все как-то... Я понимаю, что поводов волноваться более чем. Я не скрываю, что у меня сейчас YouTube была единственной там платформой для заработка, но есть доминирующее чего-то. Вот у меня все это покрыло. Ты, наверное, больше думая о маме и твердо знаешь, что не пропаду. Значит, хочу начать палантин. Также хочу начать что-то летнее. Опять возвращаюсь я к своему хлопочку, подарку от Доброй Феи. Это не хлопок, это чудо. Как-то мы с вами говорили, сейчас уже не найду я рыжие пуговицы. Хотела, значит, связать что-то такое платочной вязкой с рыжими пуговицами в твердую верность, что у меня 10 мотков. У меня 8 таких и 8 таких же серых. Теперь у меня, значит, как-то отошла мысль с рыжими пуговицами, что шикарно сюда... Пусть ящичек папин за рыжие пуговицы отвечает. Видите, как это подходит? Я понимаю, что не хватит рыжие. Теперь опять возвращаюсь к идее, которая была и которую я отогнала, когда рыжие пуговицы увидела. Это когда из-под зелёного будет кое-где выглядывать, как будто одно на другое как-то напялено и забыла снять вот этот. Будет выглядывать из-под низа, может быть, рукава. Посмотрим. Вот эти два артикула. Это интереснейшая вещь. И вот просто... Ну, в моём случае рассчитывать это звучит как-то вообще смешно, но я чуть-чуть-то рассчитываю. Капельку. Количество петель, ещё что-то. Количество петель на одном рукаве, чтобы второй был такой же. При всей любви к асимметрии рукава бы желательно по петлям одинаковые. Мне нужно как-то немножко сконцентрироваться на этом поле. А может быть, правильнее довязать что-то. Вот это я считаю сейчас довязанным. Пусть это полуфабрикаты, но они довязаны. Значит, у меня остаётся жилетка и куркелькаш. Вот взять бы куркелькаш довязать, и тогда позволить себе что-то начать. Посмотрим. Я сама с собой посоветуюсь и поеду дальше. Вязали в направлении так. Огород. Как же я сегодня обрадовалась. Бархатцы-то я сажала мы с вами вместе. Уже довольно-таки вечером. Я пока всё это убрала. Плохо в земельных работах только одно. Это вечная грязюка. Когда любишь земельку, и когда, может быть, у многих из вас вы могли себе где-то в частном доме какое-то на веранде местечко. Ну, не в основной комнатках, квартирах. Это вообще замечательно. Где можно немножко мусорить, где как-то грязь не так, в общем-то, заметно, как у меня. Тут хоть в комнате, хоть на кухне. И, естественно, земля вроде не по делу. На балконе ещё рановато. Отвлеклась. И я посадила, легла спать, ушла к маме. И сегодня первым делом пришла и посмотрела на своих красавцев. Как же я обрадовалась, что ни один, ни один. Стоят они у меня все прям хорошохоньки. Молодцы, умницы. В общем, сейчас я отсниму видео. Как это называется? Смонтирую его. И, конечно же, опять я им и душик, и пофыркаю. Пока никаких удобренецов не надо. Абсолютно в грунте всё есть. Но полью, поговорю с ними. А как же вы, что же думаете? Это всё очень серьёзное дело-то. Ну, одним словом, давайте запомним, какие у нас сейчас малявочки. И по мере того, как они будут расти, я буду показывать красоту. Красоту бархоткинскую. Ну и томатики. Теперь уже фотографировать их с высоты птичьего полёта, как сказать, сверху. Нет никакого резона, потому что бокальчик заполнен. Раньше малявочки. Помните, какие они были малявочки? Чёрная земля и такая зелёненькая точка. Ну, не точка, может, вертолётик, самолётик. Вот. А сейчас уже понятно, что вид вот такой красивый у них. Очень меня радует чудо на окошке. И я говорю, буду вам показывать теперь, как они подрастают над бокалом. Вот уже, если был где-то сантиметр, я вам показывал, да, сейчас, я не знаю, это реклама, не реклама, всё, закрывай. Будет всё больше и больше рост. Радует. Стволики просто вот толще и толще. Влюбить, как пахнут томаты. Я обожаю. И уже листочки пикировали мы, пересаживали. Я говорю, пикируйте, когда этот самый, поправили меня корень маленечко подчикивать. А когда корень не подчикивать, это пересаживать. Ладно, пусть будет так. Я ещё тут садовод. Была семидолечки и только первые листочки. Сейчас уже вторые резные листочки, третьи резные листочки и четвёртые. Знаете, мы с вами сейчас на этапе, когда ждать приходится вот здесь вот бутончиков, потому что они комнатные, они быстро зацветут. Нет, конечно, до них ещё далеко, но тем не менее. Таня, а вы, говорит, вот трогайте им. Я не знаю, как, кому, чего. У меня с растением полный порядок. Чем больше я их тискую, чем больше я их тискую, тем больше им нравится. Ну, вот ко мне они попали, что же. Так и будем. Скоро-скоро мы посадим ещё. До сорт я посеяла. Теперь, в общем-то, и хочется. Кажется, ну что, вот так сейчас пролетит, вот апрель, а в мае как начнётся, тепло, майский праздник, всё, у меня вот они вот такие будут. И прямо тут сажают. А говорят, ага, а если май, там заморозки, ещё в июне они будут, куда-то их стоят, они вот такие, куда-то. В общем, как всегда, всё в огородничестве, вот такое. Вот томатики. Красавцы. Красавцы, конечно же. И вы знаете, я добиралась до вопроса, пошла за телефоном, и что я получаю? Я получаю такое интересное, такое интересное сообщение. Я сегодня гения опять русского языка. Я стала часто гением русского языка. Марта Куфторева мне прислала сообщение. Танечка, как интересно получается. Вы рекламируете любимый Василёк, а Василёк рекламирует вас. Здоровья, мира и добра. Вот сообщение я получила. Вот, пожалуйста. Смотрим очередной обзор. Распаковка товара с нашего сайта Лучезарь и Татьяна. А это где? Это, может, Инстаграм, я что-то не видела. Я такое впервые вижу. Единственное, если раньше, когда я снимала Василёк, ссылка только на сайт была, потом добавился Инстаграм, а сейчас, тоже, наверное, со слухами, что Ютуб закроют и так далее, Васильковцы попросили немножечко расширить интернет-платформу. И на Ютуб-канале мы даём ссылку на... Ой, там переговоры сын ведёт. Телеграм-канал, да? На Дзен. Вконтакте. Ну, расширился вот поиск. Вот и говорю, надо... Надо что-то делать. Надо не стоять на месте, надо что-то делать. Мы всё это, конечно, выполнили. И видите, ну, мне радостно. Такого раньше не было. Мне радостно, что... Ну, я всегда с огромным удовольствием снимала ролики. Всегда. Я ведь никогда не скажу, сколько это время уходит, сколько за кадром остаётся. Василёк, это всегда надо сделать фото, ряд. Ряд фотографий, которые какие-то убрать, какие-то оставить, но на это время, да? Потом снять сам ролик. Потом наложить вот это на видеоряд, ещё иллюстрировать фотографиями. Всё это я делала с огромной душой и буду продолжать это делать. Кстати, вот так совпало, что вопрос-то у нас сегодня... Спасибо вам огромное, мой добрый зритель. Мне это приятно. Вопрос-то в галерею я так и не дошла. Он как раз и... О Васильке. Вот всё как совпало. Светлана Куликова пишет. Татьяна, добрый день. Скажите, пожалуйста, на что надо обратить внимание при заказе в Васильке? Одежда идёт размер в размер или как? Хочу заказать, но боюсь, а вдруг с размером пролечу, спасибо. Этот вопрос я получаю очень часто и я уже отвечаю на него не в первый раз. Дело в том, что какие-то костюмы, маломерят, какие-то из одежды идут размер в размер. И мне вот так вот... А там же море, там океан одежды. Как я за всём могу сказать? Что я поняла? Если вы сложены замечательно, если у вас просто плоский живот, талии выражены... Я смотрю на те же модели, которые Васильке рекламируют. Девочки, я их не хвалю, мы даже не знакомы. Но сейчас я ушла с Инстаграма. Погнали, дверь закрывает, я не стучусь. Я ушла с Инстаграма, поэтому меня можете там не искать, пока это всё опять не откроется. Я не хочу какими-то окольными путями обходить или ещё что-то. Не хочу. Так вот, я наслаждалась фотографиями, роликами. Сейчас только на сайте. И я вижу, если человек сложён замечательно, если у него нет ни жиринки, что называется, лишний, то там размер-размер, конечно, брать. Потому что, когда трикотаж обтягивает, обтягивает, а обтянуть есть что-то, это красивое есть что-то, тогда почему бы и нет? Почему бы и нет? Я про себя всё знаю. У меня там торчит, там подторчивает. И там уже торчит давно, и тут. Конечно, мне, если обтянуться, то... встать у зеркала и улыбнуться. Поэтому я беру на размер побольше. При некоторых одеждах на размер побольше, это вот просто хорошо, что я взяла побольше. Если я взяла размер-размер, это не то, что на свободу облегания, а вот на грани того, как можно носить. Но я для себя вывела. Если я вижу что-то, особенно это в платьишках, а я люблю же, знаете, однотошечки, идёт а-силуэт, или идёт летучая мышь, эти вещи, вот мой размер-размер, 56-й я ношу, 56-й заказываю и спокойненько в них проползаю. Очень часто, если в платье, вот они как-то бывают такой вот кадушкообразный, я не знаю, как это сказать, зауженный книзу, или а-силуэт, прямо вот отсюда идёт расширение, или летучая мышь. Вот эти фасоны я как-то наколола, что взяла, я и в 58-й влезу в 60-й, но я понимаю, что и в 56-й мне поделают. Просто мне легче, я окружена вот подруги, которые, да, мы же с ней вместе заказываем, если я, например, скажу, вот девочки, вот это платье малое, будет мне, кто я возьмёт? И они говорят, нет, мне это не нравится, мы же же все разные, кому-то нужен шоп, здесь ветка, тут тигр, тут это, а мне это вот голодный год, запас пельменей не нужен, понимаете? И я тогда нет. Я говорю, а вот это платье я возьму, если будет мало? И вот мы вот так, мы как сядем, там три девицы под окном, и я заказываю с расчётом, что если мне будет маловато, подойдёт кому-то другому. То же самое, если великоваты. Вот так у нас происходит. Если мне подошло, я себя оставляю, кому-то нравится, мы заказываем эту вещь второй раз, и как-то у нас вот это всё уже отработано. А так очень многие вещи, особенно костюмчики из футера или футера, они, если из кулирочки так вот нарядишься, кажется, ой, надо было, например, побольше заказать. А буквально походишь, походишь, сел, встал, и оно уже растянулось. Это из кулирки. Чего нельзя сказать о футере или футере. А нож, если оно мало, то оно мало. Вот костюм из футера или футера, как правильно, как мне стыдно, они маломерят. Я бы их вот заказывала на размер побольше. Я очень часто при своём 56-м, 60-й заказываю, 60-й. Но мне нужно вот некоторые области закрыть, иначе я, может, где-то пролезу, а где-то и нет. У нас же у каждого своя особенность. Здесь нужно знать. Здесь нужно знать. Поэтому как я могу ответить? Прекрасно сложены? Размер в размер берите. Маленечко. Более чем прекрасно сложены. Лучше на размер побольше. И уже с пробной партией возьмите, закажите то, что от размера не зависит. Например, скатёрочки, полотенца. Шикарные там всё это. Ну, просто великолепные, да? Тухонные. Чтобы уж там не в пустоту платить за доставку. И парочку себе костюмчиков, например. Попробуйте. И вы сразу увидите. И вы сразу увидите. Какую-нибудь пижамку недорогую, чтобы увидеть, вот маломерить, не маломерить. Я заказываю на размер побольше. Мне так путём проб и ошибок как-то лучше. Но если вещь очень нравится, очень нравится, я всё равно себе заказываю. Когда-то прям в таком тягульчик, что кошмар, кошмар. Когда-то ничего. Когда-то ничего. Ещё один вопрос. Я его себе выписала. Как уж он звучал там? Помню, Катерина. Начать с футболок хочет. Какие посоветуете? Вы знаете, что касается футболок, Васильке, я выбираю всегда однотонное. Всё остальное мне... Подруги иногда не понимают. Ай, ну тут вот веточку. Чем она плохая? А вот тут вот роза. А вот тут вот надпись. Не хочу. Ну что я могу поделать? Я порой смотрю туда и говорю, ну для кого это всё выпускает, вот эти надписи до розы? А когда вот мои клушечки-то придут со мной всё выбирать, я говорю, а-а-а. Понятно, для кого. На всех работает Васильёк. Вот в чём и дело-то. Я люблю однотошки. Вот если своеобразные горловины, чёрные, я уже давным-давно покупаю. Серенькие только-только появились. Валерия называется. Там и весна неплохие. Но весны вот такие, значит, горловинки. И маленький-маленький рукавочек. Я понимаю, что когда будет жара и лето, это будет для меня прям мило дело. Ну мне бы свои руки вот в этом месте прикрыть. Поэтому вот эти футболки для меня лидируют. И вот этот вырез такой сделать. Это мы в Валерии обожаем. А тут залезла, посмотрела, что не только чёрные, там ещё розовенькие были розовые. У меня тоже давным-давно она уже это... И всё жалко выкидывает. А ещё появились, вы знаете, ну настолько благородные расцветки. Я найду, найду в Инстаграм, я всегда это делала. На сайт зайду. Я сделаю скрин. Вы знаете, бежевая. Если я сделаю скрин, да, он здесь будет. Если я... Бывайте, забудусь. Просто сами зайдите. Футболка Валерия, бежевый меланж. Что-то вот они, как сказать, не вот однотонные, а как мы любим ниточку светлую, ниточку тёмную. Я надеюсь, я здесь ставлю. Вот смотрите, какое благородство. Мне не надо никаких больше футболок. Она даже, она какая-то вот, ну, стильная. Я уже вижу, я уже вижу её со всеми. Мне вот хочется заказать такую футболку. Там же, по-моему, Валерия не Валерия, но очень край... По-моему, да, я бы, значит, внимание обратила. Я же всё только вот на такие горловины. Голубая. Может быть, Василёк. Может быть, голубая. Может быть, синий меланж. Что-нибудь такое будет тоже. Девочки, вот эти футболки мои. Вот эти футболки мои. Для кого-то они нет. Для кого-то нужно наоборот. И я рада, что появились вот эти футболки. Я давно их жду. Белые. Валерия. Тоже есть ли мой размер. Я их тоже беру 60-й. Вот нашу 56-й. Вот размер 60-й. Я не скажу, что она мне в каком-то месте велика. Может быть, с плечо надо было вот так. Вот тогда я вот тут бы не прошла. Вот уж по какому поводу я не парюсь, это по поводу футболок. Правда, не парюсь. Это мой расходный материал. Сейчас вам пойду помидор сажать. И опять новую напяливать. Потом, я не знаю, утренний душ новую напяливать. Но по футболкам я не парюсь. Но вот эти очень приличные. Я люблю Валерия. Они то есть, то нет. Там же листать одно удовольствие. Что мне нравится? Модель покажет со всех сторон. Вы, девочки, просто посмотрите. Со всех сторон. В Инстаграм можно спросить там ширину, высоту. Мне кажется, даже на сайте это как-то отмечается. Я смотрю, девчонки вопросами просто. Я проще отношусь к футболкам. А кто-то спрашивает, сколько сантиметров по боковой линии. Ведь отвечают. Поэтому футболки. Ну, девчонки. Вот мне, мне нравится Валерия. Какие футболочки понравятся вам, я не знаю. Кто-то скажет, уж больно открыто, надо вот так. Вот такие мужские я не очень люблю. Я какая-то сразу боксерика такая становлюсь. Если вот мужские. Но если костюмчик какой-то идёт, футболка такая, не тоже для разнообразия, почему бы и нет? Закрыть там побольше. Куда деваться. И поэтому, когда я в Васильке вижу футболки кругленькие, но побольше, вот как весна, по-моему, называется. Мне очень нравится. Мне вот такую вот весне горловину, вот такой бы, как у Валерии рукав. Ну, там вот маленький рукавочек. Ну, нет, ну, тоже хорошо, тоже замечательно. А уж вот это-то прям, когда вот такая горловина, да? Да вот такой рукав, это прям вот моё-моё. Мне нравится Валерия. Ещё, говорю, с этими благородными расцветками, которые, мне кажется, я Вам показала. Прелесть. А уж белые-то они все. Белые, чёрные – это классика жанра. То есть, у меня сейчас джинсовый сарафан раньше любил. Вот если у меня джинсовый сарафанищ, ну, какой-то комбинезончик, штаны там с этими лямочками когда-то был. Сейчас я на своём, а там сижу, не могу найти. Вот. И футболки. Всё, мне больше ничего не надо. Я сам нарядная. Я сам нарядная, мне больше ничего не нужно. И дома так пройдусь, и на улице так пройдусь. Ну, в театр не попросим. Я давно там не была. А в театр вон палантином на кровь и пойду. Поэтому всё хорошо. Девочки, попроще относитесь к футболкам. Просто рассматривать. Там очень хорошие, качественные фотографии. Очень хорошие. И со спины покажут, и сбоку покажут. Это замечательно. Размер надо пробовать. Надо пробовать. Тут я не беру ответственность на себя сказать. Я иногда промахивалась с размером. Промахивалась. И начинала я промахиваться с костюма. Вот говорю, там шикарные спортивные костюмы. И с плотной-плотной тканью. Вот я взяла мало. Но я нашла, кому отдать. И потом я уже... Какой там 56-й? Если есть 62-й, я 62-й беру. Если есть 60-й, я 62-й беру. И я красавица. Но у меня, говорю, во всех местах. Надо всё про себя знать. Кому что спрятаться, кому что показать. Про себя всё знаем. И заказываем. Так что вот так вот. Ну, молодцы. Они работают. Они работают. Я раньше, если закрывала глаза, я думала, как хорошо будет скатёрки, салфетки. Бах, целые наборы. А потом, говорю, в качестве бреда подумала. А вот это бы шторки ещё. И сейчас, пожалуйста, можно шторки, скатёрки, салфетки. Если не того размера, который нашили, а вам нужен другой тканинный отрез. Тканинный отрез. Можно что-то купить, а что-то подшить. Это же так можно в горне, то всё меня понесло. Спасибо огромное за внимание, мой добрый зритель. Пойду, значит, я это самое монтировать. Как приятненько-то. Василёк меня рекламирует. Такого не было. Такого не было. Спасибо. Вот настроение с утра поднято. 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 Какая разница, да? До новых встреч, мой добрый зритель. А они обязательно будут. Продолжение следует...